4 июля 2001 года самолет Ту-154 авиакомпании Владивосток Авиа совершал регулярный внутренний рейс 352 по маршруту Екатеринбург-Иркутск-Владивосток. Но при выполнении захода на посадку в аэропорту Иркутска внезапно свалился в плоский штопор и рухнул на землю. Вы слышали, что кэшбэк-сервис Letyshops разыгрывает белую Теслу, но скоро Черная Пятница, поэтому они объявили розыгрыш еще одной — Черной Теслы Model 3 и дарят много других призов. Самое время закупаться со скидками, ведь впереди столько праздников. Тысячи магазинов-партнеров Letyshops всю неделю до 28 ноября дают скидки до 70% в честь Черной Пятницы. А у большого числа партнеров наступают дни горящего кэшбэка. Можно вернуть до шести раз больше процентов с покупок. Если с обычным кэшбэком приходит 200 рублей, то с горящим — аж 1200 реальных рублей. Заработать на покупках и участвовать в розыгрыше очень просто. Оплачивайте товары у топовых партнеров Letyshops. За каждые потраченные 25 долларов с 22 ноября по 28 декабря вы получите один билет на розыгрыш Черной Теслы. Чем больше билетов, тем выше шанс победы. Есть и другие призы. Две Sony PlayStation 5, три iPhone 13, четыре Fena Dyson, пять роботов-пылесосов Xiaomi и шесть AirPods 3. Подробности смотрите на сайте или в приложении Letyshops. Регистрируйтесь, зарабатывайте на кэшбэке, экономьте с крутыми скидками на Черную Пятницу и выиграйте Черную Теслу. Ссылка на сайт и приложение в описании. Третье июля 2001 года. 19 часов 47 минут. Ту-154 с бортовым номером РА-85-845 авиакомпании Владивосток Авиа отрывается от взвётно-посадочной полосы аэропорта Кольцова, Екатеринбург и устанавливает курс на Иркутск. На борту находятся 136 пассажиров и 9 членов экипажа. Командование было поручено 51-летнему Валентину Гончаруку. Очень опытный пилот. Работал на Дальнем Востоке с 1974-го. После развала СССР перешёл в авиакомпанию «Владивосток Авиа». В должности командира Ту-154 с 16 июля 1999 года налетал 13 481 час, 3661 из них на Ту-154. Второй пилот, 40-летний Сергей Диденко, за всё время налетал 6 802 часа, 2004 из них на Ту-154. Также в экипаж вошли штурман, 35-летний Николай Сокрытин, бортинженер, 35-летний Юрий Степанов и пять бортпроводников. Полёт на эшелоне 10 100 метров проходит штатно, без отклонений. В 1 час 50 минут самолёт начал снижение с эшелона полёта с целью захода на посадку в аэропорту Иркутска. В процессе подготовки к снижению командиром была проведена предпосадочная подготовка в полном объёме, в которой он распределил обязанности членов экипажа следующим образом. Внимание, экипаж! Приступить к предпосадочной подготовке. Посадка. Погода в Иркутске соответствует минимуму. Запасной Улан-Удэ. Посадка с курсом 290. Давление 710. Ветер 255 метров в секунду. Температура 14 градусов. Сцепление 0,6. Особенностей на посадке никаких нету. Пилотировать будет справа, контроль и связь слева. Указанное командиром распределение обязанностей членов экипажа означает, что второй пилот осуществляет активное пилотирование и отдаёт команды лётному составу. Вмешательство командира, обеспечивающего контролирующие функции в пилотирование самолёта, осуществляется только после информирования об этом экипажа. Спустя 15 минут после начала снижения лайнер пролетает траверс взлётно-посадочной полосы на высоте 2100 метров. Командир информирует диспетчера об установлении визуального контакта с полосой. Но вот скорость высоковата — 540 км в час. От экипажа требуется её интенсивное уменьшение с целью достижения к высоте круга скорости 400 км в час для выпуска шасси. Восемьсот сорок пятый, траверс полосы проходите, 11 км боковое. Да, визуально наблюдаю, принял. Вываливаемся и гаси скорость. Гаси, гаси. Восемьсот сорок пятый, на 1800, 710 давление установил, контрольное 1250, снижаюсь 900. Восемьсот сорок пятый, понял. Гаси скорость, гаси. Я пошёл, механизацию смотри. Для уменьшения скорости штурман полностью выпускает интерцепторы на максимальный угол. Спустя пару минут самолёт достигает нужной скорости на высоте тысячи метров. Интерцепторы убираются. Командир даёт команду на выпуск шасси. Вот и вошли в облачность, Юра. Сколько там километров-то осталось? Восемь километров. Хорошо. Руль хорошо. Шасси выпусти. Выпускаю. Восемьсот сорок пятый, выполняйте третий, снижайтесь 850 метров к четвёртому. Восемьсот сорок пятый, снижаюсь к четвёртому, 850. Практически одновременно с постановкой опор шасси на замке экипаж начал выполнение третьего разворота, переведя самолёт в левый крен. Увлечённый гашением скорости, командир забыл дать команду на выполнение пунктов карт контрольных проверок после эшелона перехода и перед третьим разворотом. Тем временем самолёт уменьшает скорость, ведь режим работы двигателя остался в положении на малом газе. Экипаж попросту забыл увеличить обороты двигателей. Вдобавок к этому лайнер уменьшает вертикальную скорость и перестаёт снижаться, так как автопилот включён по каналу тангажа на удержание высоты. Скорость начинает падать ещё быстрее, так недалеко и до сваливания. В этом случае нужно выпускать закрылки, благодаря им подъёмная сила самолёта станет больше, что поможет избежать сваливания. Но экипаж их не выпускает. Вместо этого командир рукояткой спуск-подъём перевёл Ту-154 в снижение и увеличил режим работы двигателей. Запоздалое и недостаточное увеличение режима работы двигателей при нахождении самолёта в левом развороте не привело к росту приборной скорости, а лишь позволило стабилизировать её на уровне 360 км в час. Это на 15 км в час меньше рекомендуемой руководством лётной эксплуатации для данного этапа полёта. Лайнер с предельно допустимым креном в 30 градусов поворачивает налево. Командиру кажется, что крен слишком велик, он хочет его уменьшить, но запутавшись в индикации авиагоризонта, отклоняет штурвал ещё левее. На этом Ту-154 установлен авиагоризонт, имеющий так называемую прямую индикацию крена по типу «Вид самолёта на землю» западного образца. Дело в том, что после выпуска с завода в 1985 году самолёт до мая 2001 года эксплуатировался в Китайской Народной Республике. Командир Валентин Гончарук попросту не успел привыкнуть к новому типу авиагоризонта. Вдобавок ко всему лайнер находится в облачности, и экипаж не имеет возможности наблюдать линию естественного горизонта и наземных огней в этих условиях ночью. Своими действиями Валентин Гончарук, предположительно потеряв пространственную ориентацию, только усугубляет положение, увеличив крен до 48 градусов влево. Второй пилот Сергей Диденко, не потерявший пространственную ориентировку, кричит «Стоп!». Стоп! 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 Выравниваем! Выравниваем! Давайте вправо! В суматохе экипаж забывает про выпуск закрылков и скорость. Для поддержания высоты нос самолёта начинает задираться, так как автопилот включён на удержание высоты. В этот момент срабатывает сигнализация критического угла атаки. Экипаж, испугавшись сирены, последовал древнему рефлексу пилота, сунул штурвал от себя. Самолёт на остатках скорости успел перевалиться в снижение и стал разгоняться — 350, 370, 400. Действия эти по предупреждению сваливания правильные, так они и описаны в руководстве полётной эксплуатации. Но самолёт был переведён в очень крутое снижение. Экипаж находится в крайне стрессовой ситуации. Высота — 700 метров, скорость — 400 километров в час. Остаётся только аккуратно вывести самолёт из крутого снижения в горизонтальный полёт. Выполнить уход на второй круг, успокоиться и собраться. Наши инструкции предупреждают. Вывод из сваливания производится потихоньку, плавным взятием штурвала на себя. Иначе можно снова создать такой угол атаки, что самолёт свалится повторно. И в этот момент срабатывает сигнализация о минимальной высоте. Земля близко. И вдруг экипаж хватается в четыре руки, да так, что угол атаки за две секунды увеличился чуть ли не до 40 градусов. На дыбы Ту-154 сваливается в штопор. Режим! Режим давай! Есть! Режим! Всё, блядь! Так, всё, пиздец! Самолёт исчез с экрана радара иркутской диспетчерской службы в 2 часа 8 минут. Примерно в это время жители деревни Бурдаковка в 22 километрах от Иркутска услышали громкий хлопок. Один из сельчан позвонил в милицию. К предполагаемому месту падения самолёта выехали пожарные бригады и машины скорой помощи. Все находившиеся на борту 145 человек в момент столкновения погибли. Главной причиной катастрофы стало нарушение технологии работы по взаимодействию между членами экипажа в полёте. Вопреки технологии работы, роли в экипаже не были чётко распределены. На предпосадочной подготовке командир определил, что второй пилот будет пилотировать, а сам же постоянно вмешивался в управление. Находясь в стрессовой ситуации, командир не смог определить фактическое пространственное положение самолёта по авиагоризонту. Определив его неправильно, усугубил ситуацию, увеличив крен влево. Непрочтение карт контрольных проверок, невыпуск закрылков, а также отсутствие контроля за скоростью. Всё это в совокупности привело к катастрофе. Выпуск снимался на симуляторе Ту-154 в Санкт-Петербурге. Этот авиатренажёр доступен для всех желающих ежедневно с 10 до 22. А для виртуальных пилотов есть модель Ту-154Б2 для симулятора препар 3D. Переходите по ссылке в описании и начинайте летать прямо сейчас!